какая красота молодцы проектировщики от бога закрепили деньги то с искрой счетов он уже получил застройщик у меня просто друзья нет слов друзья я не в подвале еще тот устроит тот чего-нибудь достоит и неважно что пока квартиры из говна что с потолком то у вас cds а где потолок то провод есть датчика нет пыль грязь говно вот это все валится о смойте здравствуйте слаботочку делаете да вот это показатель отношения застройщика к своим клиентам смотрится уруцки то здесь насрали прямо на двери а здесь провод висит и так пойдет грязище все в говне в грязи здесь обратите внимание датчики пожарного логично закрыта конечно здесь нужно хранить вещи скотч и все остальное вот это качество стяжки здесь пахнет отчетливо говном друзья добрый день я андрей артемов вы в комментариях писали чтобы я вам показал cds паркалова и вот я здесь жилой комплекс паркалова расположен в выборском районе санкт-петербурга между михайловской дорогой и дорогой в каменку сейчас вы видите этот участок на карте ближайшие станции метро озерки до нее 6 7 десятых километра 5 и 8 десятых километра до метро проспект просвещения и 5 и 4 десятых километра до нашего любимого метро парнас первую очередь жилого комплекса построила общество с ограниченной ответственностью европейская перспектива с уставным капиталом 100 тысяч рублей и согласно данных от налоговой инспекции с нуля работающими сотрудниками с 19 по 21 год вторую очередь возводит общество с ограниченной ответственностью европейская перспектива 1 суставным капиталом 100 тысяч рублей а с 20 по 21 год согласно информации от налоговой инспекции вне работала ноль человек застройщик обещает три детских сада школу поликлинику и даже участок земли по торговый комплекс но это все будет потом а жить и водить детей в сад и школу хочется уже сегодня школы и детские сады должен конечно строить город но к сожалению город не учитывает норматив и не строит своевременно и в должном количестве соц учреждения также как и инфраструктуру к примеру здесь дорога всего лишь две полосы без тротуара но о расширении этой дороги нет никакой информации что будет дальше скорее всего огромная пробка ближайшие школы к жилому комплексу выборгского района за номерами 474 и 475 согласно официальной информации от этих школ вакантных мест нет аналогичная ситуация с детскими садами за номерами 34 и 117 зато есть частные детские сады в частном детском саду теремок берут детей не всех возрастов а обучение стоит 26 тысяч рублей в месяц на сайте частного детского садика вини-пух указано количество свободных мест но их точно не хватит на всех детей даже первой очереди стоимость полного дня в лицензированном детском садике вини-пух стоит 45 тысяч рублей в месяц в свое время мы сына хотели отправить в частный детский сад поэтому хорошо разобрались вопросе так в обычном частном детском саду как правило группы разновозрастные то есть ваш ребенок примеру трех лет может быть в группе с детьми 4 5 6 лет или вместе с ними к примеру порубиться в приставку видел когда в частные детские сады приводят детей у которых сопли по колено на сопли то неважно главное что за это платят родители а вот с лицензированными детскими садами которые можно пересчитать на пальцах одной руки совсем другая ситуация они очень похожи на муниципальные только уровень образования там как правило немного выше дай другой подход к обучению детей поэтому они и стоят дороже первые тоже в комплексе займут коммерческие помещения 61 квадратный метр коммерческого помещения стоит 12 миллионов 800 тысяч рублей а это 209 тысяч рублей за квадратный метр в первой очереди строительство одна тысяча семьсот девяносто девять квартир 361 машинное место в многоуровневом паркинге и 133 машина место на открытых парковках из проекта следует часть земельного участка расположена в границах расчетной зоны максимального уровня звука 65 децибел аэродрома левашова на всю территорию земельного участка распространяются границы зоны ограничения строительства по высоте аэродрома левашова на земельный участок получено распоряжение кга на отклонение от предельных параметров на увеличение максимальной высоты объекта капитального строительства с видом разрешенного использования многоэтажная жилая застройка до 48 метров то есть что у нас получается город разрешил застройщику увеличить высотный регламент до 48 метров при этом город не строит новых школ и детских садов мест больше не становится больше дорог и шире тоже нет вот эта же проблема проектом застройщика предусмотрены сквозные проходы в каждой секции дома а также при входе вас ждет дверь мусоропровода а в подвале согласно того же проекта должны быть индивидуальные кладовы для хранения овощей но вот это я полагаю застройщик никому не говорил своих клиентов фундамент здания свайной со ростверком 60 сантиметров толщиной несущие стены из бетона в 16 18 и 20 сантиметров толщину проемы застройщик заполняет газоблоком в 25 сантиметров толщиной потом идет утеплитель сетка штукатурка и краска по технологии мокрый фасад а монолитное перекрытие 18 сантиметров толщину идет стандартная типа шумоизоляция и стяжка также про эти застройщика есть целый раздел про отопление сейчас вы видите его на своих экранах я когда просматривал фото отчеты застройщика на ресурсе министерства строительства российской федерации увидел вот это фото на котором видно что подводку системы отопления застройщик монтировал монолитную несущую стену это конечно удобно и практично но на фото видно что вырез достаточно глубокий нарушение целостности арматуры это угроза безопасности жителей всего дома класс энергоэффективности всех зданий 1 и 2 очереди c нормальный в двух очередях будет 3070 квартир 361 машинное место в многоуровневом паркинге будут и места на открытой территории комплекса в количестве 230 машина мест квартиры в комплексе представлены от студии до трехкомнатных квартир высота потолка в квартирах в зависимости от выбранного вами дома от 2 55 до 2 70 метра все квартиры застройщик передает с чистовой отделкой но можно приобрести квартиру и с предчистовой отделкой при этом стоимость отделки будет вычтена и стоимости квартиры есть интересные ипотечные предложения на данный жилой комплекс если нужна более подробная информация оставьте заявку на andreaartemov.ru согласно проектной декларации срок сдачи первой очереди 3 квартал 2023 года передача ключей до 31 0 3 2024 года срок сдачи второй очереди 4 квартал 2024 года а передача ключей до 30 0 6 2025 года квартирография 1 и 2 очереди выглядит следующим образом студии однокомнатные квартиры занимают почти 76 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 16,6 процента а трехкомнатные квартиры 7 и 33 десятых процента на момент съемки видео однокомнатную квартиру в комплексе можно приобрести от 5 миллионов 400 тысяч рублей первую очередь застройщик сдал 26 декабря 2022 года и уже получил деньги со скроу счетов покупка квартиры у нас конечно своеобразно вот примеру вы приобретаете новый автомобиль пришли в салон определили с моделью дали предоплату в размере 5000 рублей приехал ваш автомобиль вы его смотрели проверили если вас все устраивает вы его оплачиваете либо берете кредит а с квартирами все наоборот вы пришли к застройщику посмотрели веселые картинки послушали рассказы про школы детские сады торговые комплексы широкие дороги и бла 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 и приобрели и вы сразу не видя товары то есть ваши квартиры оплачиваете все сто процентов за свои средства либо в ипотеку а квартиру получите дай бог через два года а что получите то и получите ведь застройщик ее сдаст раньше и уже получит за нее деньги со скроу счетов а ключи вы будете получать чуть позже и застройщику все равно деньги то он уже получил зачем нам что-то делать управляющая компания все домой доделает и до скоблит нужна помощь недвижимостью оставьте заявку на андрея артемов точка ру или напишите в мои социальные сети ссылка на них в описании к этому видео но что друзья раз первую очередь застройщик сдал в конце декабря 2022 года идемте все внимательно посмотрим видны коммерческие помещения открытый бетон ну хотя бы не знаю закрасили смотрелось бы получше здесь мы видим какая-то проволока торчит михайловская дорога 14 корпус 1 строение 1 здесь провод какой-то с крыши висит пленка вон там наверху мотается ну как то так значит первое что вам хочу сказать вернее показать но вот он сданный дом здесь провода такое ощущение что знаете военные действия здесь для связи протянули провода вот они туда пошли вот она михайловская дорога две полосы там частный сектор какая-то зеленка и все вот там в конце церковь обратите внимание что здесь пешеходного пешеходной дороги вообще никакой нет здесь только дорога для машин то есть отсюда даже выйти вот сейчас идти это нужно по колено в грязном снеге летом наверно будет конечно лучшая история но полагаю пройтись по канаве не каждый из нас захочет и мне бы было бы не очень-то приятно выходить из такого комфортного проекта впереди мы видим с вами входные группы видим видеонаблюдение видим фасадный кирпич достаточно недорогой цоколь искусственный камень тоже такой знаете тяп-ляп весь заляпанный вот она входная группа дна это в коммерцию здесь висят провода ну ладно допустим коммерции они там может быть сами вывели это не застройщик но вот если посмотреть на фасад то видно что сделано достаточно неаккуратно вот здесь мы видим что кусок просто не доделали тут торчит утеплитель то есть он снизу видите вот снизу получается ничем не закрыт здесь кратили не докрасили торчит какая-то проволока все как-то криво косо и фасад знаете такое ощущение что вы делали двоечники тут одна плотность тут другая хотя в проекте должна быть толщина вот этого слоя 6 миллиметров здесь мы дырки видим под подоконником на закрытой лоджии входная группа парковка для велотранспорта а здесь у нас лавочка все симпатично не хватает урны второй подъезд мусоросборная камера куча мусора грязище но зато есть видеонаблюдение а какую-то трещину они тут видно закрашивали здесь все в краске ну как-то с не смотрится это на новый дом а такое ощущение что он еще не достроен входные двери такое ощущение знаете по мне в какой-то нарос свой гараж в подвал но точно не входная группа дома потому что хочется видеть алюминиевые двери даже они будут из металла но с большим количеством остеклений чтобы было понятно куда и чего но здесь понятно что вход это вот видим второй подъезд нумерация квартир одна из самых недорогих систем допуска в дом визит приямок если спуститься вниз в приямок только очень и очень аккуратно ну во первых здесь уже видим ржавчину в недавно сданном доме огромное количество мусора какие-то упаковки от еды и все как обычно здесь в воде просто всего девяти досочки лежат для того чтобы рабочие не промочили свои ноги но и вот здесь видно тоже что всегда проходила вода но как-то вообще значит такое ощущение что в северной долине ну что давайте друзья зайдем паса посмотрим если здесь открыто посмотрите кран вывели для полива молодцы какие закрыта пленку не сняли ну хотя бы здесь кое-как герметиком прошли хоть на это молодцы входная группа вот такие широченные двери заходим здесь все в грязище разная плитка если отмыть наверно смотрелось бы красиво элементы декора но из-за того что дверь постоянно здесь открыта но как-то они здесь знаете не в тему наверно красили закрыли лампу пленкой ну и забыли естественно снять датчики пожарные для оповещения если вдруг будет пожар они должны сработать от дыма но они закрыты вот видите вот этим синеньким чехлом соответственно если дым пойдет у датчик не сработает и я не вижу чтобы сработал зумер возможно вообще сигнализацию они еще не доделали потому что здесь тоже должен быть зумер но его я не вижу желтый цвет видно как красили полосками тут уже от это гипсокартон здесь уже пробили дверью наверно строители а может быть жильцы потому что нет никакого ограничителя двери здесь даже нет замка от интереса в проекте должен быть или нет если дверь должен быть но зато смотрите дальше входим здесь такой небольшой востебюль подсветка кривущий потолок вот видите он такой волной идет здесь конечно криво косо ну как то все вот знаете вот эти такие места на них когда ходишь каждый день смотришь они красили тут докрасили не отмыли при этом вроде могла быть отделка быть и лучше вот здесь мы видим оголенные провода что-то здесь должны были подключить какую-нибудь может быть подсветку или еще что-то но не подключили выход здесь для случая пожар открываем и соответственно нажимаем здесь зумер должен быть вот он зумер но зумер не работает то есть пожарная сигнализация здесь выключена или вообще ее не существует но зато есть почтовые ящики с нормальной нумерацией понятная огромная корзина под спам ну и все проходные и все подъезды здесь проходные квартиры где какая здесь обратите внимание вот тоже да вот это нормально вот так друзья какая-то слаботочечка здесь торчит лифтовой холл два лифта пассажирский грузопассажирский есть хотя бы указатели лестница сейчас мы сами все посмотрим а лифт с пульта не работает работает кнопок внутри кнопка вызова лифта не работает при каждом поднятии отправлять и лифт на первый этаж пожалуйста и это в сданном доме это просто жесть какая-то по мне все в пленке ничего не сняли и не надо писать в комментариях что это типа специально чтобы его не рассорапали для этого надо просто это все укрывать и не забывайте что все квартиры с отделкой чистовой нумерация квартир с 1 по 16 этаж понимаешь на каком этаже находится какая квартира но вот это естественно все уже убили отбили еще скорее всего строители думаю на вряд ли люди этим занимаются вот эта коробка для связи сотрудников мчс с теми кто застрянет в лифте и вот здесь мы видим систему пожарной сигнализации ну тут похоже на вообще не функционирует хотя там в коробе видны провода жмем кнопку наверху у нас есть табло вот едет третий этаж уже будет лифт на втором этаже едет у нас груза пассажирский лифт 7-7 откройся и заходим с вами друзья надеюсь до заходим а лифт расходится в находится вот так соответственно это не комфортно почему не комфортно потому что если вы что-то крупногабаритные длинные предметы затаскиваете в лифту они будут ударяться стенку придется вот как-то там выгибать их но это не надо чтобы он вот так был тогда нормально будет комфортнее заходить людям комфортнее не надо в угол забиваться от из ген 2 с режимом регенерации энергии до 70 процентов электричество экономит главное чтобы это все сейчас было подключено и работало учета cds строим для жизни да помню-помню ваши объекты уважаемый cds но вот обратите внимание сам лифт ну почему здесь даже хотя бы дешевый баннер не затянуть вот смотрится как строительные вагончики но реально какая-то жесть единственный плюс можно сказать что хотя бы закрепили на уголки на таких саморезиков и вроде нормально ли кстати идет быстро тихо его не колбасит хоть в этом здесь плюс выходим 16 этаж выход квартирам здесь видите уже все убито что-то таскали стенку разбили вот так выглядит слабо . в данном доме привет как говорится инспектору мчс и тем кто принимал вызов для маломобильных групп населения если вдруг что-то пройдет не так но естественно все не работает здесь видите они для чего-то оставили кусок крепления под гипсокартонные стены здесь мы видим вентилятор уже то ли разобрали то ли забыли плиту поставить систему управления лифтами в пленке здесь и пленки здесь 16 этаж забыл как вот это называется для маломобильных групп населения то есть слепым могут рукой понять что это 16 этаж здесь у нас забрала ну так еще более-менее но выкрас конечно оставляет желать лучшему вот здесь мы можем обратить внимание через глухое окно что вот здесь просто не окрашена как штукатурку криво наложили вот сетка и сразу штукатурка на той слой минимальный тут лед какая-то трубочка или это хабарик торчит у здесь обратите внимание как сделано и вот это вы будете видеть каждый день но зато тепло хорошо посмотрим дворы зеленые райские да на крыше что-то тоже смотрите как все провода там идут как-то так грустно конечно вот с данный дом да вот доводчик сняли видно что-то нара таскали ходили здесь все в пленке почему пленку не снять здесь все протоптали красили тут закрасили то что не нужно было красить лестничные марши унылые унылые марши унылые говнище по-другому не назвать ну хотя бы ограждающие конструкции держится крепко из металла небольшая дружь но что-то видите здесь не покрасили марши обычные бетонные завода кто-то забыл и лестницу вещи забыли господи дверь закрыта но вот обратите внимание как они сделали здесь вот вот это качество стяжки качество от застройщика который строит для жизни вот поэтому всегда друзья нужно смотреть нас данный объект от застройщика и понимать в каком состоянии будет твой дом по трубу тоже видите все покрасили здесь ведь и сделали крепление видно не судьба о а здесь смотрите окрашена а там нет краски наверно не хватило а яй-яй-яй тут дверь на коридор межквартирный вся в пленке чему-то и не демонтировали здравствуйте внутри еще мы видим идут ремонтные работы шпаклюют чтобы было ровно красиво с данном доме это у нас узел учета тепла вот он коллектор все расходится ну и соответственно конечно здесь нужно хранить вещи скотч и все остальное но и куча строительной грязи это норма от cds здесь обратите внимание датчики пожарного логично закрыта а вот здесь хотя бы зумер работает возложено еще на батарейках а большая нумерация квартир сразу видно где какая квартира широченные двери два замка стандартная китайская ручка уже почти во всех проектах нашего города дверь естественно вся заляпана краской и уже даром будет отмывать у жильцы если конечно захотят так что у нас спрятана здесь здесь в данном доме застройщик спрятал шкафы где должны быть рукава пожарных гидрантов провода слаботочки какой-то мусор отверстия технологические они их просто закрыли пакли похоже здесь вообще шумоизоляция теплоизоляция отсутствует открываем ого здесь есть пожарные рукава и даже зумер работает ну ничего себе то есть где-то работают где-то видно нет и здесь есть как необычно вот какое то есть окошечко здесь обратите внимание электричество это все вот выглядит вот так все в говне в грязи новый дом газетку оставили чтобы нара лучше горела все в грязище обратите внимание сами здесь ощущение что это не сданный дом а здесь еще идет капитальный ремонт уже в доме которому который прошло большое количество лет вид конечно такой так себе 15 этаж аналогичная картина здесь вот видно и даже арматура торчит чего вообще не должно быть запрещено видно они про забыли спроектировать отверстие по трубу и соответственно видите все это выпиливали а это запрещено делать запрещено в несущих стенах но это cds строит для жизни им наверно можно не они же здесь живут навряд ли директор по маркетингу который так пиарит пиарил этот комплекс живет в нем же обратите внимание здесь тоже большое количество мусора кто-то попил кока-колу все оставил грязище запах шпаклевки свежей краски да ведь честно говоря удручающий нам бы квартиру с вами открытую найти хочется посмотреть что там что в квартирах настроил наделал застройщик но друзья здесь очень тепло да я бы даже сказал бы жарко ну и конечно то что есть указатели это плюс вот трещина уже пошла ну и на камеру даже отчетливо видно что они красили и вот местами не прокрасили то есть не равномерно легла краска на эту стену и вот здесь ведь это уже что-то тут они столь и спрятали туле уперли непонятно и здесь что-то лазали или так оставить здесь провода торчат короб а это закрывашка коробу лежит ну правильно зачем закрывать то и так пойдет жарко стало даже шапку сниму лифты для маломобильных групп населения дымо удаления вот здесь работают да как то у них очень все это странно ну cds одним словом ничего не хочу сказать плохого про застройщика ну вы друзья и так все видите лестничная марша вид плачевный смотрите нормально да то есть получается с 12 декабря сегодня у нас 8 февраля то есть прошло почти два месяца я не за два месяца не смогли навести порядок смотрите захожу здесь провод висит и можно головой коснуться и вполне возможно что он под напряжением ударит током а вот здесь видите система для маломобильных групп населения что мы видели с вами ниже вот она видите как подключена молодцы скотч оставили вот видите висит это сданный дом а вот здесь еще один провод слаботочки ху 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 а здесь их целая гирлянда этих проводов слушайте надо быть аккуратным а здесь пахнет отчетливо говном да грязь халатность разруха знаете вот такое ощущение что я попал не в сданный дом который вот только-только построили а у меня ощущение что это дом который в котором делают капремонт еще его делают еще его не доделали смотрите надо не забыть это в квадратике залить вот это говно у 258 квартиры то есть здесь насрали прямо на двери уверен что директор по маркетингу смотрит это видео и вот знаете вот хочется просто его взять и носиком прямо сюда потыкать во все эти места и показать что же это за безобразие а еще у меня вопрос к органам которые принимают это безобразие вот это вообще что такое в сданном доме то как это такое возможно как можно сдать когда навряд ли в проекте вот так скотч должен здесь висеть пленка отсутствие звонков как вы как вы позвонить в квартиру то стучать только что за капец какой то вот я честно не нахожу слов нормально хочется нецензурно ругаться и это только друзья один подъезд тринадцатый этаж аналогичная картина друзья все в мусоре ничего не вынесено вот видите какое то устройство слаботочки закрыли скотчем так все и оставили заглушки отсутствуют ну здесь хотя бы окрасили сверху тоже окрасили на последнем этаже забыли здесь аналогичная картина смотрите вот как считаете нормально вот они оголенные провода без изоляции здесь аналогичная картина cds вы вообще в своем уме вы что так позоритесь я честно в шоке на рендерах смотрится красиво комплекс а почему он так убого смотрится вот даже здесь видно вот видите вот идет белая полоса ну-ка попробую увеличить вот обратите внимание на горизонтальной линии вертикальной где идет пересечение видно что это окрасили в несколько раз потому что по тону отличается это очень отчетливо видно вот как так можно делать я не понимаю это же внешний вид фасада смотрится уродски друзья одиннадцатый этаж аналогично смотрите как торчит слаботочка какие дыры здесь здесь дыра здесь дыра они что-то искали похоже а вон распаячная коробка они ее искали здесь вот обратите она даже не подключена смотрите то есть они просто провода вывели а еще ничего не подключили где выход вот здесь должна быть надпись выход вот здесь если вдруг пожар как вы отсюда вообще куда-то выйдите тут сгоришь заживо здесь оборудование слушайте ну конечно да криво косо штукатурка блин здесь они используют направляющие вообще самый дешевый самый он смотрите какой тонкий металл то есть купили самое дешевое сделали самого дешевого потом не удивляйтесь что это у вас все отвалится вот видите тоже закрыли не сняли а зачем мы же дом сдали напомню когда застройщик сдает дом он сразу получает деньги с искровщиков вот видите а здесь похоже они выкраску делали видите молодцы да вот так выглядят лесничные марши здесь знаете ощущение что их поливали пылью и бетоном чтобы они дольше служили следующий этаж вот все аналогично все висит да и здесь аналогичная картина четвертый этаж аналогичная картина вот она цифра 4 вот она неподключенная слаботочка круто работают пожарные системы вот видите здесь у них что-то пошло не так тут подоконника наверное не хватило молодцы оттуда еще и дует вот эти углы герметика мне прошли вот здесь угол где примыкание отлива здесь он вроде есть или это лед непонятно нам сверху двор можно посмотреть но вроде двор не четок аналогичная ситуация здесь слаботочкой здесь слаботочкой и здесь но здесь хотя бы не пахнет говном как на этажах выше значит застройщик в рекламе своей говорит о том что все показания будут передаваться автоматически куда автоматически вот два провода оголенных и куда это все будет передаваться где оборудование где все это подключено почему здесь маркером написали почему нет нормальной индикации вот обратите внимание все вот криво косо на скотчике держится здесь все в грязище какие-то пломбы тут смотрите как вот здесь какое-то похоже крепили оборудование потом решили демонтировать знаете такое ощущение что здесь было электричество они тупо перепутали но здесь хотя бы отмыли а там нет а вот это разделают потом управляющая компания доделает вы же так обычно пишите видео вы когда вообще покупаете вот такие проекты о чем вы думаете у меня вот реально нет слов я на это смотрю и просто в тихом ужасе вот это показатель отношения застройщика к своим клиентам третий этаж здравствуйте слаботочку делаете да круто да и вот это в зданном доме госкомиссия у нас круто работает принимает дома без слаботочки не дай бог здесь что-то случится сгорит все второй этаж тоже нет заглушки а здесь видите повесили криво косо но повесили вот они видите коробки они их забыли и поэтому просто выдолбили вот такие кривые отверстия это все вот на таких черных саморезах закреплено и вот здесь мы видим что должно быть на всех остальных этажах выход безопасная зона сигнализация да это дно друзья это днище мои соболезнования всем тем кто здесь приобрел квартиры и красавцы те кто здесь их продавали получали за это комиссию вот в этом говне и качество смотрите какое вот это все валится о смотрите нормально нормально вот он сквозной выход и обратите внимание никаких стекол просто обычная убогая металлическая дверь выходим это двор двор смотрится конечно поприличней стоянка для велотранспорта деревянные изделия ну как то вроде даже ничего фасад дома очень много видно огрехов видно что криво сделана штукатурка с разной плотностью также неравномерный виден окрас видны где вот углы примыкания оконных рам к фасаду там большое количество щелей подъезды смотрятся все как мусоросборочные камеры это просто какое-то убожество вот двор еще нормальный надеюсь здесь есть трава но я помню смотрел рендеры застройщика видел зеленые елочки но что-то здесь я елочек не вижу меня наверное подводят мои глаза и они здесь есть вот наверное елочка здесь елочка кустарник блин надо сходить к глазному а вот здесь такое ощущение что-то текло тут вот видно пены перелили он все повытекало и на выше этажах аналогичная картина здесь дырень фасада здесь сетка осталась то есть они это даже не заштукатурили не закрасили так так вот он видите утеплитель торчит строим для жизни да для какой только жизни вот такое отношение конечно к своим клиентам это мрак третий подъезд широченная дверь сюда можно на танки заехать и что мы здесь видим мы видим что здесь не подключена система освещения здесь аналогичная ситуация слаботочка выглядит вот так в данном доме трещины темнотища световых приборов нет на скотче держится гипсокартон ну хотя бы здесь смотрите есть стекло алюминиевый профиль три ступеньки четыре наверх светос светильных приборов аналогично здесь нет видим не прокрас и вот это вы будете видеть каждый день пыль грязь говно все криво и косо здесь здесь ходная группа обратите внимание уже по-другому выглядит как-то очень-очень странно в общем застройщик похоже экономит на всем вот это нормально в данном доме ни плитки ничего вот он гипсокартон вот видно недавно нанесли штукатурку кое-как вот накидали тут сетка торчит тут на скотче все держится а почему вы сразу это не сделали вот у меня вопрос почему вот все вот в таком говнище как вообще так можно вообще непонятно лифтовой холл где светительные приборы почему тут короб открыт почему здесь все в пленке где здесь осветительные приборы ну хотя бы тут есть табло на первом этаже выше на этаже чуть не помню надо обратить внимание ну хотя бы есть указатель давайте пройдем посмотрим что здесь пока есть у нас едет лифт вот видите вот когда стекло есть ты видишь кто там и кто здесь это безопаснее я считаю вот это тоже безопаснее главное детям предупредите что не нужно за провода хвататься и здесь тоже смотрите классно да вот здесь должен быть датчик оповещающий о пожаре где он cds где он провод есть датчика нет и пожарных рукавов нет и вот здесь тоже смотрите как все красиво а в этом доме лифт расположен удобно Видите, 14 этаж, едем на самый верх смотреть всю эту красоту. Лифт разговаривает, тот же Otis, Gen 2. Выходим, о-о-о, фьюген, поклевка гипсовая, универсальная. Какой красивый вид на частный сектор. А вот здесь даже нет потолочной системы в сданном, друзья, доме. А зачем она? И так нормально. Поживете пару лет так. Главное получить денежки с эскро у счетов. Здравствуйте. Вау, смотрите, какая красота. А где потолок-то? Что с потолком-то у вас, ЦДС? Смотрите, как здесь все круто в сданном-то доме. Куда смотрела госкомиссия? Куда? Такое ощущение, что они здесь не были. Как вам, друзья? Это не на Марс корабли отправлять. С разрешения я зашел в квартиру с отделкой. Белые обои, белый уголочек, большое количество розеток. Выводы. Это у нас кухня, похоже. Вот этот у нас особенно классно. Он, видите, под углом стоит. Как вы что-то к нему будете подключать? Непонятно. Но зато панорамное остекление, которым так гордится ЦДС. Штапик, смотрите, как подрезали. Молодцы. Молодцы. И здесь тоже. Красавцы. Здесь его нет. Зачем? Заглушек тоже нет на петлях. Белые двери. Недорогие, но в принципе нормально. Тут у нас какое-то помещение. Идешь, и уже ламинат под тобой весь скрипит. Углы немножко грязноваты. Виден стык обоев. О, вот он. Так как это белое, не сильно заметно, но вот это миллиметр. Такого не должно быть. Тут видна грязь на стенах. Ну да. Какой-то заглушек нет. Их, может быть, сюда и вообще не поставить. Ну вот здесь, видите, криво-косо прошли герметиком. Есть пена. Когда будет идти град, хотя бы не будет сильно стучать. О, как видите, уплотнителя нужно подключить. Поположить на пару сантиметров больше. От этого будет лучше прижимать. Вот так, да, нормально? Конечно, это все поправимо. Но хочется, чтобы в новом доме было все ровно и красиво. Ну что, проверяем? Держится крепко, но амплитуда достаточно большая. Что мы видим внизу? Кстати, вот отсюда, обратите внимание. Вот там церковь, друзья. До которой метров 800. Может быть, чуть меньше. И вот смотрите на эту дорогу. Где вы видите тротуар? Как вообще отсюда можно выйти, если у тебя нет транспорта? И здесь нет остановок транспорта. Здесь ничего не ездит. Как вы и куда будете добираться, непонятно. А вот здесь в середине, видите, это не НЛУ приземлилось. Такое ощущение, что сюда свезли грязь со всей этой большой стройки. Вон, видите, тоже стекс-мэти как смоется. Вот он. А это вот клеем мазали и так все оставили. Так не должно быть. Конечно, это обои под окраску, можно все закрасить. Но зачем? Ох ты, смотрите. Вот так открываться должно, а вот так на вентиляцию. Но на вентиляцию не работает, она тоже открывается. Фурнитура однозначно под замену. Балкон с холодным остеклением. Одно стекло. Конденсант, вы сейчас видите, это нормально, потому что очень тепло. Но вот если обратить внимание сюда, как здесь зарезан металл, то, конечно, можно сказать, что это делали не профессионалы своего дела. Либо им просто так платили за работу, потому что везде все сделано неровно, некрасиво, примыкания никакого нет. И угла, к сожалению, тоже. Ох ты, открывается хоть, уже хорошо. Но вид, конечно, на частный сектор приятный. Приятный, тут ничего не сказать. Особенно, когда все позеленеет, вообще будет красота. Вау! Угловое окно, это круто. Видите, какие-то рисунки. Здесь на пластике. Тут все в герметике. Ну, конечно, качество так себе. Открываем окно. Видим теплоцентр на газу, видим паркинг, видим здесь закрытую территорию. Непонятно, что здесь будет. Лес, дорога и место, где приземлилась НЛО. Санузел. Плитка чем-то на сэтлинскую похожа. Что-то здесь должно быть или нет, непонятно. Гипсокартон, выводы. Направляющие одни из самых недорогих. Самый тонкий металл, застройщик я вижу, применяет. Тут для вентиляции просто дырень. А, сток он вот. Круто, да, сделали? Зато у нас есть с вами ванна с окном. Ванна вроде и по площади большая, но при этом здесь вот сюда уже ничего не поставишь. Может быть узкая стиралка вылезет, но то, что она будет барабанить при стирке батарею, это плохо. Если она сюда вылезет. Тут, по идее, должно быть подключение. Нет, вот здесь нет отверстия. Вот мне интересно, вот она вода. А канализация вот здесь. Как трубу надо тащить? Вот так. Сюда. Как вы считаете, друзья? Или ее тащить под слив вот отсюда. Здесь делать, я не знаю, ступеньку и тащить сюда. Шикарное решение, не находите? Коридор. Да, 96 сантиметров ширина коридора. Норматив метр десять, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну, здесь еще одна комната. Вот с таким видом. Слушайте, здесь ведь тоже ничего. Вот здесь, видите, тоже вот не прокрас, пена. Здесь вообще отлива нет. Смотрите, как классно сделали фасад. Вот она сетка. Сверху вообще шести миллиметрами даже и не пахнет штукатуркой. Но зато сдали дом. Госкомиссия. Вы куда смотрели? А теперь смотрим внимательно еще, друзья, на фасад. Вот, смотрите, вот тут подпенили, наверное, принимали, сказали, что ж такое. И подпенили. А вот здесь, о, вот-вот, в центре кадра, здесь такое ощущение, что это все промерзло. Как-то очень странно. Ну, все очень странно. Ну, зато отсюда вид красиво открывается на город. Смотрите, Приморский район. Все рядышком, красивенько. Да, когда-то спилят, похоже, весь этот лес, распродадут эту всю землю и настроят такие же классных проектов. Очень, конечно, жаль, что у застройщика такое качество. Я вот полагал, что они исправятся, а думают, а со мной нет. Высота потолка 2,7 метра. Кстати, не во всех здесь корпусах высота потолка 2,7 метра. Во многих корпусах 2,55 метра. Разница, конечно, существенная. Вот такая, друзья, красота в сданном доме, где до сих пор идет еще ремонт, отделка квартир. Где вот так выглядит слаботочка. Смотрите. Паутина из проводов. Красота. Тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит. И не важно, что пока, квартиры из говна. Квартира за номером 377. Автоматы подписаны. Под звонок, понимаю, вывод. Розеточная группа. Тут что-то должно быть. Или это может быть домофон. Ну, тут не знаю, что за оборудование. Здесь штапиков не хватает. На конной системе. Видите? Его зачем-то вырвали. Да. Ну, тут тоже классно сделали. О, видите, а здесь трубу проложили. То есть, это вот так. То есть, они проложили плитку, потом зашьют вот это все коробом или оставят вот так. Шикарно. Красота. Молодцы. Строим для жизни. И здесь, смотрите, друзья. Вот он, выход канализации. Для того, чтобы вот сюда они, похоже, должны поставить унитаз. Сюда, наверное, стиралку. Ну, здесь раковина будет, а здесь будет ванна. И вот либо они это зашьют, либо вот такое будет уродство. Супер. Ну, вот здесь как накосячили. Слушайте, да. Как платят, видно, так и строят. А вот и эти супер места. Вот видите? Очень удобно, что сама подводка, она прямо с стены выходит. Но, как я уже говорил, есть снип, который запрещает углубляться на более чем 25-30 миллиметров. А по фото застройщикам ощущение, что намного больше. Кстати, издалека континенты красиво смотрятся. Вот они. Обзор тоже есть на канале. Ссылку оставлю. Ну, вот сам фасад. Компрессор. Трубы. Друзья, я не в подвале еще. Вот это выход на межквартирный коридор, а вот это выход на лестничные марши. Обратите внимание, как торчат оголеные провода, в каком говнище и состоянии все это находится. А вот так у нас выглядит лестничный марш. Здесь вот так все укрыли, но не до конца. Вот так нанесли штукатурочку. Здесь кто-то сидел на обоях, курил. Молодцы. О, это не пиво, друзья. Это не пиво. Ах, какой запах. Блин, закрыта жалость. Друзья, я не знаю, кто-нибудь, как я, показывает вот это все. Все лицо и внутренности новостроек, как сдают дома. Если вот кто-то есть такой же, напишите, пожалуйста, в комментариях. И очень даже будет интересно мне посмотреть. Значит, спустился на этаж ниже. Вот, смотри. Ох, не закрывайся. Аналогичная ситуация. О, у меня уже свет есть. Вот, давайте, смотрите. Вот это провода торчат, вот это. Все, кто говорит, что потом достроят. А не дай бог у вас пожар сейчас будет. И вообще, по закону, вот это нельзя принять, пока дом не соответствует 100% проекту. Вот так, разве думаете, в проекте сделано? Вот это все. Вот эти все оголенные провода, не подключенные. Вот что делать? Это вот слов просто нет. Здесь аналогично. Здравствуйте. Слаботочку делаете, да? Здесь все тоже вот так же висит, но хотя бы есть свет, в отличие от последнего этажа. Ну и идет, естественно, отделка квартир. Здравствуйте. 370, 369, не прокрас. Датчики закрыты, их, похоже, не откроют. А, нафига, если сгорите, то вы меньше в интернете писать будете. Вот это все закрыто. Вот такая здесь, друзья, красота. Ну и обратите свое внимание на лестничные марши. Их, похоже, застройщик специально засыпал штукатуркой, чтобы они дольше сохранились. И были грязными, их никогда не отмыли. Вот так ЦДС сдает дома. Ну, ЦДС же, Госкомиссия приняла этот дом. То, соответственно, если следить букве закона, то, значит, вот это все есть в проекте. Вот это вся красота. Недострой, куча грязи, мусора, разруха. Да. Я, честно говоря, поражен. Я вот ехал, думал, что, полагал, что здесь немножко по-другому. Но то, что я вижу, это просто дно. ЦДС пробил еще одно дно. Да. И это один из худших застройщиков в моем рейтинге. Вот большое окно. Ну, вроде, да, все нормально. Большое количество света. Чего ты, Артемов, докапываешься. А вот это как? Тут не покрасили. Здесь уже ржавчина полезла. Вот такое крепление убогое. Вот здесь его не закрепили. Трещина пошла. Вот это нормально? Так в проекте? Вот это тоже. У меня просто, друзья, нет слов. Одни нецензурные выражения в адрес этой всей красоты. Вот это козырек на уровне перекрытия второго этажа. Смотрите, какой-то доской они прибили рубероид к стенке. И вот так это все выглядит. Второй этаж. Ну, может быть, здесь что-то лучшее. А нет, друзья, здесь покрасили. Но по старой доброй традиции ЦДС, которая строит дома для жизни, ничего не подключено. Ну, хотя бы здесь. Здесь даже можно сказать чистотища. Закрытые датчики колпачками для того, чтобы точно сигнализация не сработала, потому что похуже она не работает. Висят провода с лоботочки. Люк технологический для канализации. Ну, вот и все. Лифтовой холл. Вон, видите, сколько штукатурки. И вот это разве вот так должно быть? Вот такая красота должна быть. Да. А здесь, видите, кнопки вызова почему-то нет. В проекте нет или забыли? То есть там есть, тут нет. Но зато есть ржавчины. Новые двери уже ржавеют. Если они такие говняцкие, ржавые, вы ставите все, то зачем их тогда покупать? Вот здесь, смотрите, как они лжанулись. Хоть бы закрыли, заделали. А зачем? Деньги-то с искровощитов он уже получил застройщик. Вот, знаете, нужно в такие дома их всех переселить. Всю компанию ЦДС. Пусть они мучаются сами. И живут сами в своих домах. Вот еще один шедевр от застройщика. Закрепили. И здесь закрепили. Ну ничего себе, там три пальца пролезет. Все в ржавчине, в говне. Нормально. О, а здесь еще и перепад. Офигеть. Круто сделали. Круто. Ух ты, смотрите, какой квест. Это выход с лестничных маршей. Козлик. Оголенные провода в гофре. Слаботочка. Нулевая отделка. А вот он, променад. Вот они пошли подъезды. Даже отсюда мы видим, что чего-то здесь... Так, 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 чтобы было... О, вот они, провода. Чего-то здесь не хватает. Наверное, осветительных приборов. Здесь такое ощущение, что цемент наносили, а там его просто выскребли. Но при этом даже здесь, смотрите, как вот это все до сих пор ничего не... Сделано, нет отделки. Вот здесь, смотрите, какая красота. Крепили и недозакрепили. Да. Так что не удивляйтесь, когда у вас стены пойдут с трещинами. Мусоросборочная камера. Это жесть. Это просто жесть. Смотрите, как все сделано. Герметика нет. Торчит сетка. Под штукатуркой. Большое количество стеклопакетов. Видно, приемщики отрабатывают свои деньги. Смотрите, какая здесь красота. Пена торчит, дырки не прокрасы. Жесть. А вот так выглядит потолок в этом прекрасном променаде. Что сделал застройщик? Просто взял краску и окрасил. Монолитное перекрытие. Мог бы хотя бы его шлифануть. Немножечко закрыть вот эти ущербные недочеты. Ну, зачем? Видите, смотрите, две секции соединяются. Утеплители из полистирола. И вот это все вот так торчит. Качество на высоте. А вот здесь, смотрите, друзья, видите? Это типа кусок велотерма, который до конца не доходит. Вот так они и строят. И обратите внимание, как он идет по периметру. Вот здесь, вот здесь ничем не зачеканино. Вот здесь вообще вот так кусок торчит. Здесь провода слаботочки 220. Здесь, видите, тоже вот он. А здесь уже под зачеканили. Под зачеканили. Ну, вот аналогично торчат провода. И вид, конечно, к сожалению, совсем не тот, который ожидаешь увидеть, смотря, видя рендеры застройщика. Вот только посмотрите на эту красоту. Как ровно и красиво делает застройщик. Ого, как насверлили, так кирпич. Наверное, нужно было в каждый вогнать по дюбелю. Да, класс. Высшая оценка. А вот и мусоропровод. А тут склад небольшой. Да, вы только посмотрите, друзья, обратите свое внимание на эту всю красоту. Начиная от фасада, заканчивая квартирами. Входная группа просто безупречна. Вход в какой-то ад. Наверное, так видео назову. Добро пожаловать в ад. Так, это у нас еще один. Спуск в подвал. Где должны быть кладовки для овощей. Здесь мы видим сетку, куда, по идее, должна уходить вода. Это у нас разрушенная стяжка. Вот оно все в говне. Здесь дверь открыта. Давайте зайдем посмотрим. Видеокамера. Здесь стекловода. Но это мелочи, потому что... Сейчас не видно, чтобы она текла. Вот следы от влаги. Не знаю, это от этого или от другого. Кабельная. Вот здесь, видите, что-то подключили. Коммуникации достаточно. Инженерные системы на низком уровне. Насосная. Не, не насосная. Это водомерный узел. Здесь даже табличек нет нормальных. Что-то забыли, оставили. Вот здесь должен быть насос. Вот есть датчик. А насос-то где? Украли уже, что ли? Хозяйственно-питьевая насосная. Да, вот они насосы. Один из низких участков доме. А вот здесь, видите, есть насос и грязь. И датчик почему-то сверху. Ну, видно, что тут насос не работает. Слаботочка. Здрасте. Аккуратней. Здесь мы видим, что спилили арматуру. Нарушение строительных норм так не должно быть. Минимум должны были хотя бы зачеканить цементным раствором. Но это ЦДС. Здесь, обратите внимание, как у нас выполнено технологический проем. Страшно здесь ходить. Вот такое чудо-подвал. Да. У вас здесь страшно ходить. Дом рухнет непонятно когда. Ну и, конечно, лестничный марш. И вот просто кто-то голодный, гладал этот бетон. Закрытая территория. Говорит застройщик. Обещает. Ну, давайте смотреть, где она закрыта. Вижу, здесь открыто. Все в ржавчине. Здесь должны быть провода. Не знаю, есть они или нет. Но хотя бы есть гофра. Никакого магнитного замка. Как это вообще будет все закрываться? Честно говоря, непонятно. То есть, милости просим. Ни кустарников, ни травы не видно. Ни красивых елок. Но хотя бы приемлемое расстояние между домами. Ну, на этом, наверное, и все. А вот еще, друзья, участок закрытой территории АЦДС. Главное пообещать и как следует разрекламировать. А то, что будет на самом деле, им уже не важно. Заходите, кто хотите. Видите вот эту темную полоску? Вот это ощущение, друзья, что влага. И когда начнет отваливаться этот суперутеплитель со стены, пройдет, наверное, буквально пару лет. Пена везде торчит, монтажная. Ни прокрасы, ни соответствия тона. Все в грязище, в наклейках. Вот такая красота. Пятый подъезд. Тут какая-то расчлененка. Спасибо за то, что здесь сделали вывод воды, чтобы поливать летом газоны. Вот она, штукатурка, сетка. Вот как классно, да, все делают. Можно взглянуть, что у нас здесь. Ну, здесь тоже влага видна. Вот здесь либо специально есть накладка, либо герметик, для того, чтобы вода не попадала. Смотрите, вот как это все держится, друзья. Нормально? А здесь где герметик? Где герметик? Его нет. И это первый этаж, который видно. А здесь где герметика нет? А здесь почему не покрасили? А зачем? Зачем здесь красить? Ох, как скользко. Ну и обратите внимание на жилой первый этаж. Тут буквально, наверное, около метра. Идемте. Пятый подъезд. Гофра с лоботочкой. Вот так красивенько все это выглядит. От застройщика. Уже трещина. Смотрите, какая классная. Вот здесь тоже все не прокрасили. Та-да-да, сим-сим, откройся. Здесь все открыто. Все в грязище. Ого! Что-то тащили. Смотрите, что произошло. А здесь немножко не хватило потолка. Да вы, бедные, несчастные мои. Может быть, вам одолжить купить за свой счет? А вот здесь почему не покрасили? Или вот так сделали? Все убого. А это что за труба? А, это у нас из подвала вывод воды туда. Это так, наверное, в проекте сделано. Проектировщики от Бога. ЦДС же своих проектный институт. Скотч оставили. Не беда. Жители сами все отмоют, снимут. Пена незачеканенная. И вот обратите внимание, какая красота. Молодцы. Молодцы. Очень качественно. Смотрите, какие красивые светительные приборы. Это просто супер. Этот лифт выключен или не работает? Этот на девятом этаже. А для кого эти провода? Кто хочет взяться? Здесь, наверное, какие-то кнопочки. А, здесь, наверное, система дымоудаления или еще что-то такой блок должен был стоять. Но, видно, не судьба. Здесь что-то подмазывали, отличается по цвету. Вот она, входная группа. И здесь вообще нет никаких осветительных приборов. Спасибо большое тем, кто принимает такие дома. Молодцы. Так здорово. Получить раньше ключи. Не в двадцать четвертом году, а в двадцать третьем. Но они же все доделают. Такие молодцы. Красавчики. Главное сдать из эскроу счетов, получить денюжки. А как вы будете в этом жить, как вы сюда будете добираться, это мало кого интересует. Ох ты, смотрите, смотрите, какая красотища. И здесь, и здесь. Так и должно быть, согласно проекту. Зумер, ты где? Нет зумера. Да это неудивительно. Когда столько неподключенных проводов. Вот, просто, друзья, смотрите. Вот это все при приближении, когда вы подходите. Вот, внимание обращайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, здесь есть тропинка, арматура, строительный мусор. Люки, наверное, канализация или ливневка. Кто-то что-то попил. И у нас вот такой классный спуск в приямок. Так, ржавчина. Но это уже нормально, это же ЦДС. И я вам сейчас кое-что спущусь, покажу. Смотрите. Лестничный марш вот так под наклоном. И высота ступени разная. При этом, мало того, что она разная, смотрите, как все выедено. То есть, такое ощущение, что у нас завалилось. Вот так выглядит подвал. Вот видите, какой спуск. Вот здесь, по идее, должна вода куда-то уходить. Но здесь, видите, вот труба вроде есть, но никуда не уходит. Секция 4, вход в подвал. Ручка не нужна. Зачем-то вдруг кто-то зайдет. Такой, как я. А вот это типа гидроизоляция. Классно, да? А вот это отлив. Вот он, отлив, видите? Из цемента сделали. Вот так надо всем делать. Мастерство. А вот это такое ощущение, что наколхозили. Или это так в проекте. Дом же сдан. Навряд ли управляющая компания успела такую красоту наделать. Транспортная доступность, социальные объекты. Это те вопросы, на которые многие почему-то, многие про них забывают. Но нужно всегда смотреть, что есть рядом, куда вы будете водить детей. О детских садах я вам, друзья, уже рассказал. О школах тоже. Показал дороги. И вы знаете, в 9 утра я посмотрел по картам Яндекса отсюда до центра Санкт-Петербурга, до Дворцовой площади, ехать на машине ровно час. В принципе, учитывая расстояние, это не так-то и много. Но здесь без машины я даже не знаю, что делать. Потому что, к сожалению, я здесь не увидел ни одной остановки. Да их здесь просто нет. Здесь даже не ходит автобус. Как вы будете отсюда выбираться? Куда вы пойдете гулять? Когда откроется первый продуктовый магазин? Потому что до магазина надо доехать или дойти. А идти, как вы сами видели, не почему. Потому что тротуаров здесь просто нет. Друзья, если вы не разбираетесь в недвижимости, вам нужна помощь, обращайтесь к специалисту. Не пожалеете этих денег для того, чтобы выбрать правильное и качественное жилье. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк. Обязательно поделитесь ссылкой на это видео, чтобы все увидели, как ЦДС строит и сдаёт дома. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok